здравствуйте мои дорогие друзья и гости моего канала я ольга красикова рада вас приветствовать на своем канале плетем вместе по просьбе друзей канала я сплела вот такие тыквы эти тыквы сплетены из бумажной лозы с чего начать плести как начать плести из бумажной лозы у меня есть много видео на канале они собраны в плейлист ссылочку на плейлист вы сейчас увидите у себя на экранах трубочки у меня из полосы шириной 7 сантиметров накручены на спицу 1 миллиметр покрашены трубочки у меня разными колерами можно посмотреть по ссылке в описании под видео после того как их покрасили их обрабатывают как и обрабатываю трубочки тоже можно посмотреть по ссылке в описании под видео в описании под видео я оставляю очень много ссылок заходите смотрите подкладываю белый лист чтобы не затереть плетение до крестовины я наращиваю трубочки беру 20 трубочек и наращиваю их между собой крестовина у меня будет 2 внизу и 3 вверху лучки я не сильно увеличиваю ненамного стоечки но не хотелось бы чтобы 10 я плела 2 на 2 брала крестовину я хотела бы чуть-чуть чтобы они были по выражении по уже и начинаю оплетать подробно как плести такую крестовину можно я разбирала в видео можно посмотреть по ссылочке на ваших экранах три ряда проплела ситцем теперь три ряда ситцем на меняю трубочки где были вверху теперь внизу наоборот проплела еще три ряда добавляю трубочку для разведения добавила прижала начинаю плести веревочку две трубочки разводим сразу по одной и плетем 4 ряда проплела пять рядов и теперь каждая через одну одну трубочку оставляю 1 трубочку стоечку вот беру пополам трубочку делаю гапельку и добавляю ее вниз а здесь то есть стараюсь чтобы они не разъехались формировать их так треугольничком следующий просто проплетаю то есть я формирую вот эти ребра чтобы они были фактурные выпуклые то есть через одну добавлю и про плету закрепляющий ряд чтобы они у меня закрепились получается проплела 5 рядов добавила в шестом 2 стойки 7 проплела просто восьмом добавляю стойки еще сворачиваю пополам теперь буду добавлять другими другой концу другим концом свернула пополам трубочку добавлять буду вот этими сторонами с поддав ну как удобно чтобы вот сформировать еще дальше треугольничек то есть вот то есть в итоге должно ребро получится из 6 даже из 7 и одну сразу режу пополам из 7 чтобы было ровненько и добавляю еще одну внутрь трубочку получается у меня 7 трубочек треугольничком то есть одна верху длинная которую мы будем закрывать потом 2 и потом тари вот они треугольничком вот так уложились их можно зафиксировать так резинкой прищепкой я вода фиксировать их зафиксирую резинкой резинку вот так вот соберу то есть всего на должно выходить 7 трубочек пирамидкой 1 2 а потом 3 и продолжаю так по кругу и можно прищепкой и плести можно фиксировать вот зажимами проплела еще один ряд и укладываю на форму форму у меня это верх от яблока большого по и пани по этой форме я плела как я вырезал эту форму из пеноплекса можно посмотреть по видео у вас сейчас на экранах появится укладываю форму чтобы было ровно проверяю поправляю и привязываю резиночками привязала форму резиночками ставлю ее на возвышение опускаем получившиеся и также стараюсь при том как опускаю стараюсь формировать треугольничек и так как у нас плетение было по кругу стоечек мы добавляли четное количество то есть ситца я перехожу плетение на плетение ситцем вдогонку двумя трубочками рельефные треугольнички не стараюсь прижимать сильно плетение не стараюсь прижимать чтобы она так и оставался треугольничком здесь просто вместе так все их складываю после того как и добавила стоечки опустила их вот сформировала в прошлый раз сформировала я дала им постоять высохнуть теперь они высохли я сняла прищепки теперь уже все сформировано теперь просто нужно проплести до нужной высоты то есть вот я проплету до конца своей формы проплела немного переворачиваю плетение утяжеление ставлю на лист картона чтобы не затереть и плету с вот этой стороны уже с обратной выравниваю ряды доплела до края формы теперь вынимаю все и стойкеры как они высохли сейчас их надо хорошо размочить я их под полотенце на час минимум буду размачивать для утяжеления укладываю мешок с мелочью расплела потому что та форма получилась слишком приплюснутая поэтому здесь чтобы этого не не получилось я сейчас чуть-чуть про плету по прямой и потом резко поверну то есть здесь вы можете контролировать высоту своей тыквы на этом этапе какая она будет у вас высотой сильно не пригибаем то будет не тыква по тессу стоечки я срезала чтобы они не мешались не сейчас проплела до высоты примерно семь с половиной сантиметров вот от стола и начинаю уже вот так выворачивать то есть формировать боковину прижимая горизонтально формируя и вот и и и а и и и теперь плиту полностью туда загибаю трубочки так теперь все которые внизу те которые внизу я их срезаю все оставив один верхний 1 1 верхний старичок вот самый длинный срезаю где у меня будет какое я отверстие планирую здесь диаметром все примерно одинаково теперь будет гораздо проще плести если перейти на веревочку потому что формировать здесь уже я буду с помощью веревочки 2 в 2 трубочки перехожу очень просто вот две трубочки то есть сетец был а теперь я плету сначала ряда веревочку подтягиваю трубочки на себя стоечки продолжаю их вытягиваю и все равно туда вниз опускаю вытягиваю и вниз опускаю каждую стоечку вытянула и вниз опустела стараясь все трубочки которые вот у нас их много вышло собирать вместе чтобы стоечка формировалась что войне плоско лежали а опять на ребро я доплела до начала ряда трубочки я обрезаю прячу туда внутрь и потом смотрите если у вас длины и ваших стоечек хватит чтобы заправить за одну внутрь кто заправляйте за одну внутрь если не хватит вы можете просто их срезать вот так и подклеить подравниваю и оставляю высыхать чем хороша хорош пакет с мелочью тем что я потом просто-напросто его оттуда высыплю на крышку крестовину беру три на три наращиваю трубочки делаю гапельку 2 ряда проплела и теперь развожу по 1 развожу по одной стойке проплела три ряда после разведения беру форму теперь другой стороной от яблока укладываю фигу форму фиксирую иголками не плита уже на форме возможности проверить диаметр сняв крышечку с формы нету поэтому я вот придумал вот так вот еще ну сейчас по размеру она точно прям подходит то есть сейчас будет еще загибка значит я про плиту еще один ряд и можно делать загибку срезала трубочки стоечки нарастила новые для загибки в принципе можно было бы сразу нарастить стойки обрести с нарушенными стройками а потом их размочить и делать загибку можно нарастить перед загибкой делаю розгу на тарелочке память на телефоне оказалась заполненная не заметила как отключилась камера нарастила стоечки для загибки потому что она длинная будет загибку делаю розгу на горизонтальной поверхности на тарелочке подробно можно посмотреть по ссылочке в описании под видео оставляю окну беру делаю загибку на здесь просто очень маленькое расстояние видно плохо я ничего не обрезаю потому что для дальнейшей загибки нужны будут эти трубочки закрываю по рисунку крышечка села и вывожу вот эти вот трубочки теперь на другую сторону чтобы получился вот такой узор внутри сверху я провожу через одну и за один ряд после грунтовки подтяну и спрячу хвостики крышечка получилось так всем на место я его притянула на зайти здесь просто вот связываю вот хвостик у тыковки вот такой вот толстенький поэтому предлагаю сплести толстенький хвостик для тыковки не наращивая беру 4 трубочки между то есть я их вот сложила пополам между собой соединяю петельками крестиком колодцем и затягиваю последний вот закрывал нет после этого беру две трубочки соединяю их эти трубочки вывожу вот так формирую хвостик петельку свою зацепляю и начинаю плести веревочка в две трубочки и вот так вот вот так вот и дальше здесь стоечки чуть-чуть по косой пойдут вот они пойдут вот так вот сами по себе извиваться я такая оставляю их то есть я не поправляю чтобы они были прямо шли прямо как у них естественно получается эти с наклоном так я и оставляю сначала мне они развожу вот как они есть еще можно вот так чуть-чуть подкрутить они закручиваются вот как они есть потом вот еще не разводила проплела где-то вот такой немного и начинаю чуть-чуть пальцем их отводить в сторону чтобы утолщался корешок серединку добавляю еще по трубочке по длины то есть получается у меня три трубочки будет будет эти не обрезаю трубочки на на добавляю длины и добавила трубочки ничего не развожу продолжаю не развожу трубочки а просто вот вот так вот на себя тяну стоечки здесь стоечки чтобы они не ребром ложились а уже все три вот в ряд чтобы еще утолщение за счет этого было про плетя несколько рядов начинаю разводить в одну сторону 2 в одну сторону 1 свернутые согнутые пополам трубочки подошли к концу ты просто обрезаю длинные оставляю чтобы сейчас прикрепить крышечки эти две оставляю в них я вставляю проволочку и закручиваю чтобы получить вот такой эффект насколько смогу проволоку вставить прокапываю и вот так вот закручиваю посильнее чтобы вот так вот было закручено в результате моей работы получились такие две тыковки во время работы надо тыквами над формы тыков я заметила что после того как мы здесь вот я по пеноплексу плела если не чем больше я вот здесь вот рядов сплету по прямой тем выше будет тыква если сразу начать туда и опускать стоечки то получится она плоская разница насчет отверстий вот это отверстие первое которое я плела она более-менее такое маленькое и неудобно внутрь рука не проходит поэтому 2 я уже плела отверстие делала более широкая чтобы иметь доступ внутрь так и по диаметру она где-то 17 сантиметров тыковка сплетена крышечка вот такой формы поэтому она без бортика просто вставляется она держится какая сувенирная на плетение тыквы у меня ушло 250 оранжевых трубочек и около 30 трубочек зеленых как покрашены зеленые трубочки видео я не снимала там смесь всех колеров которые были дома и морилки палисандр и беновое дерево красила я очень долго добавляла всего очень много пока не добилась желаемого оттенка а также я провожу прямые эфиры в рамках курсов по плетению изделий попасть на эфиры и иметь доступ к эфирам которые уже прошли можно оформив спонсорство на моем канале уровень плетения изделий присоединяйтесь буду рада видеть и общаться вместе с вами это все что я вам хотела сегодня рассказать желаю вам успеха во всех ваших начинаниях подписывайтесь на мой канал находите меня в социальных сетях контакты я оставляю в описании под видео задавайте вопросы я с удовольствием на них отвечу спасибо за внимание до свидания